Его пытаются вскрыть, и историки скрывают, и политики скрывают, но, сами говорят, сотни городов Сибирской Руси исчезли при патриотуре. Им поставили условия, либо в христианство, они были христианами тогда, либо на тот свет. Поэтому, когда путешествуешь по Сибири, попадаешь в такие места, где еще сохранились чердоны, они люто ненавидят казаков. Люто ненавидят, хотя сами сибирские казаки, они ненавидят пришлых казаков, которые пришли вот с юга и с запада. Я говорю, слушайте, ребята, клавные домчаки не приходили, тем более кубанцы, их вообще здесь не было в Сибири, они с турками боролись. Кубанцы вообще-то с хранитуру долгое время были, пока Кубань не освободили. Вы, наверное, знаете, что Кубань была ремической здесь очень долго, и турки позволили кубанцам здесь жить по-своему. Поэтому кубанцы, кубанское войско боролись против христианства, не понимая, что оно делает, что оно фактически поддерживает Османскую импирию. Поэтому здесь ни кубанцев в Сибири не было, ни донщиков, ни ленинских казаков, просто не было. Это были другие, это были банды наемников, которые хорошо платили, романовы, создавали эти казачьи дружины на местах в городах, в Тобунске в том же. Это карательные экспедиции были, в течение 30 лет вот это горело все уничтожалось, окружали город, кто-то уходил, кто-то спасался, кто-то погибал. И чердонам пришлось спасаться там в лесах, где забиваются такие дебри, что сейчас их там найти трудно, они там до сих пор живут. Это прямые потомки русского народа. Вот вам воздействие, все различные формы воздействия Ветхого Завета. Это все Ветхозаветные идеологии. Все оттуда. Уничтожить конкур, уничтожить древнюю цивилизацию, память о ней уничтожить, чтобы не воспитывали людей нового поколения, чтобы люди не знали откуда и что, их корни отнять. И подсунуть им христианскую идеологию Ветхого Завета. Вот мы когда говорим, вот век-то другая, тот же там Гитлер был такой у нас лучший друг, да, там на Западе, вы, наверное, знаете, такого дослышали. Так вот он там, как он там написал Майнкап? Ну, старался из-за вести силы. А сейчас выясняется, что у него сыновые еврейские корни, даже родственник Ротшильда был. Это тоже была лорушкой для того, чтобы поймать людей, заставить поверить. Так вот они ругают-то ругают, но никто не понимает суть, почему. И многие евреи, многие, они, когда стали понимать, до них дошло, когда Лазаря Каганевича, что же произошло с ним самим, почему он написал этот вот список, он стал анализировать и понял, что он биоробот, он ненормальный сам. Вот. И когда она стала выходить до многих из них, они стали отказываться, отказываться от Ветхого Завета, отказываться от иудеизма полностью. То есть евреи стали бороться с самой, с этой глядой, с психотронным оружием, которое на них обрушился. Две тысячи, три тысячи человек, это сопрессовка мозгов была. И что вы думаете, их просто уничтожали с наличием. Вот тот же Спинезов, да, философ, он отказался полностью, еще, надо же, был обрезанный, он же был вообще угробленный, можно сказать, однако силы у него хватило понять все. И когда он отказался, то равними издали указ, если веет Спинезову, значит, евреи веет Спинезову на улицу, надо обойти его с той стороны, с другой стороны и проклести его. То есть его проклятили свои же. Вот такая незалюбная участь была тем, кто понял, куда они попали и что с ними творит. Творят, творят те же равнины. Так вот, вот и то, что я вам сейчас рассказываю, я все написал в книге своей, это подробно, полностью. Но есть еще одна деталь, которая тоже волнует меня, я думаю, она и вас. Дело в том, что почему последний Рюбекович Иван Грозный в свою библиотеку постарался спрятать так, что до сих пор ее никто не может найти. Вот это, наверное, самый, наверное, серьезный геройский поступок царя в конце жизни. Он сделал все возможное, чтобы сохранить знания, донести знания до будущих поколений. Где эта библиотека, ну, трудно сказать, только можно предполагать. Но и дело-то в чем? Что там в этой библиотеке? Там, во-первых, книги Тарновы. Тарнов – это одна из столиц парабских сербов из Германии. Там книги Ретры. Перед гибелью Ретры корабли ушли на Новгород, великий Новгород, и часть книг туда ушла. Самые главные книги уехали на Русь. А перед штурмом Арконы, первый штурм Арконы, никто не удался. После, все понимали, что второй штурм, все-таки они возьмут этот город священный. Из Аркона ушел целый флот. Корабли ушли тоже с книгами. Все это легло Святую Софию. Попадала Святой Софии в Новгороде. И оттуда, при взятии Великого Новгорода Иваном Третьим, вся эта огромная библиотека Западной Руси, она перебралась в Москву. Все это оказалось в руках Ивана Грозного. Уже в руках Ивана Третьего. Иван Грозный, когда посмотрел эти книги, заменил, и многие вещи понял. Стал понимать, что происходит. Почему начал эту битву со своими продажными боярами, и ее проиграл, эту битву. Сталин выиграл, а он проиграл. Так получилось. Но понимая, что он проигрывал, он все это спрятал. Мало этого. У него была библиотека, он взял библиотеку полностью, все весь архивы, библиотеку Казанского ханства. Астраханского ханства. А это очень серьезно. Это память о глике Тартарии. О гигантской империи Сибири. Которая очень долго наводила ужас на всю Западную Европу. Откуда пришел когда-то в Европу так называемый Чингисхан. То есть это Скифская империя, огромная Гелландская, которая лежала у нас на Востоке. И сотни городов, у нее в Малинеке сейчас находятся у нас в Сибири. У меня сейчас карта, даже здесь карта, часть карты у меня, но не могу вам сейчас показать, она у меня здесь вот в рюкзаке. Я тут путешествую сейчас. Недавно я ее получил, эту карту. Эту карту умудрился один какой-то из наших разведчиков вынуть из архива Ватикана. Карта Тартарии, часть карты, не вся она, она только часть. Вы знаете там сколько городов? Папской Кубе, Паби, название этих городов. Вот почему я знаю, что она точная? Потому что остров Белый, храм на острове Белом разорен был викингами в 10 веке, христианами. В Старом Белый, там был такой поход, такая сада есть. Так вот, у этого остров Белым стоит храм. Вот эта карта говорит правду. Там смотришь, вот он остров Белый, храм, но там совсем другие очертанные берегов. Это время, когда еще не затопило Сибирь, как оно вот сейчас затопило. Там нет обской бубы, там есть только залив, там другие очертания, и огромная территория вся покрыта дорогами, городами, каналами. То есть целая гигантская страна. Так вот, о Тартарии, это отдельный разговор, я не стал особо в своей книге описывать, потому что надо несколько работ посвятить этой земле, этой империи. Постарались сделать так, что мы просто о ней ничего не знаем. Что мы о ней знаем? Да ничего, в Западной Европе известно, они, знаешь, боятся до сих пор Тартарии. Ну, а мы-то вообще не живем, не знаем, кто мы такие. Так вот, мне пришлось доказывать этим сибирским человекам, сколько бы ты их встречал, что казаки-то были не кубанские, не донские. Они сражали эти, те, и другие между собой воевали, и донские с Турцией воевали в течение 400 лет. А Сибирь там подвергалась страшному нашествию со стороны Романовых под видом казаков действовали банды мерзавцев. Ну, в общем, вот такая вот история. Вот, примерно, я вам рассказал, как влияет психотронное оружие. Как мы вот под Ветхий Завет подводить нас всех. И плоды Ветхого Завета, влияние Ветхого Завета. Это евреи, несчастный народ. Это просто несчастный народ, да. И христиане тоже, фанатики, несчастный народ. Психопаты наполовину. И вот эти вот друзья против нас, Украины, которые задали, кто не такие корни задут, и тоже несчастный народ. Но дело-то в чем, что они же все вредят. Они же вот несчастные-то несчастные, все это делают, делают. Понимаете? Выбедать что-то. Их и жалко, если бы что-то надо с ними делать. Вот как их вернуть в человеческий облик? Вот вопрос. Вот бы эту книгу-то я старался написать. Ну, там я задел что в своей книге? Я еще задел вопрос Ватикана. Потому что нам до сих пор сказки рассказывают, что Ватикан вечно боролся с масонским ременом, с корневым масоном. Что Ватикан это, так сказать, та сила, которая якобы всегда была против. Против тайных обществ. На самом деле, на самом деле, все наоборот. Для народа, одна история для народа, одна истина. А на самом деле, делается все по-другому. Я полностью показал в своей книге преобразование. Вот храма Амона, филанского храма, или город Аусет, это город Сета. Или, будем так говорить, Лобова Сета. Почему у греков и везде написан Аусет, называется филами. Хотя филы это филикийское название, и филы были еще и в Греции. А другой город называют, священный город в Египте, Гелиополь. Там другие были жрецы, но жрецы Солнца. На самом деле, это город Анну назывался. Это название городов вы не найдете. Они только тайные истории есть. Но их можно найти. А вот так вам Анну, или Гелиополь, назывался Гелиополь, да? А филы, Аусет называются филами. Чтобы сказать полное название. Так вот, в Египте битва между двумя кланами жрецов. В течение долгого времени их было. Значит, жрецы бога Ра, вот, и жрецы бога Сета, разрушителя. И этот Сет, это вы сами понимаете, что это. Это как раз тот же Сет. Вот это Амон, это одно из его Игипов. Это Яхви и Негов, это одна и та же фигура. Один и тот же Игровый мощнейший. Так вот, я в своей книге полностью показал, как этот храм потихоньку стал распадаться. Он распался на две половины. Одна сохранилась в Египте какое-то время, сохранялась. А вторая просто с ней вместе, она выкатилась из долины Невы. Сначала на территорию Синайской пустыни. Там эти жрецы уничтожили еврейских жрецов ведических. Зажгли их в земляных печах, живьем на этих углях. Им надо сказать, что им же было предложено еврейским этим жрецам, чтобы они приняли вот концепцию Детхого Завета. То есть вот то, что им подсовывали жрецы Сета. Они отказались. Они предпочли сгореть живьем со своими семьями, чем принять вот эту беду. Поэтому первыми жертвами его доизма оказались сами евреи. Причем частные, хорошие, прекрасные люди. Их сожгли всех, уничтожили. А потом получили толпы. Из этой толпы создали свою армию. Эта армия двинялась уже сначала в Переднюю Азию, а потом в Европу. Вот так этот храм негативно передвигался.